МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Думе Саргута обсудили вопрос возведения объектов образования в двух новых микрорайонах города. Трехдневный интенсив, задача которого раскрыть актуальные направления по запросам молодежи и увлечь ребят. Помогла организаторам, в этом и главный редактор окружного телеканала Саргут-24. И одновременно быть конструктором, сборщиком и пилотом самолета в нашем городе. Прошел уже второй чемпионат по авиамоделированию. 430 лет назад был издан указ об основании Саргута. Образование города в 1594 году имело огромное значение в освоении северных земель. Именно в этот день, 19 февраля, царь Федор Иоаннович выпустил указ о закладке города. Саргут стал первым на ави и имел важное значение для покорения сибирских земель. Именно отсюда отправлялись казачьи отряды осваивать новые земли. На момент основания в Саргуте жили 155 человек. Век назад населенный пункт стал райцентром Тобольского округа, а в 1926-м был обращен в село из-за малочисленности жителей. Тогда здесь находились чуть больше тысячи человек. В октябре 58-го население Саргута выросло в 6 раз, и он стал поселком городского типа. Спустя 4 года геологоразведчики подтвердили догадки академика Губкина, который предсказал, что в наших краях сконцентрированы огромные залежи природного газа и нефти. Открывались месторождения в 64-м. Приземлился первый самолет из Тюмени. Весной 65-го заработало Саргутское управление буровых работ номер один. 25 июня 1965 года рабочему поселку Саргут присвоен статус города окружного подчинения. Официально отмечают дату 12 июня. Надежды на перенос сроков строительства есть. В Думе Саргута на заседании Комитета по социальной политике обсудили вопрос возведения объектов образования в двух новых микрорайонах города. Школа на 900 мест в квартале под номером 35, это продолжение улицы Киртбая, может появиться раньше, чем предусмотрено планами сейчас. Открытие линии финансирования стройки запланировано на конец этого десятилетия. Однако в случае появления интересанта, ускорения различных бюрократических процедур, оперативной разработки проектной документации, прохождение госэкспертизы, перенос возможен. Для школы, а также детского садика в этом и смежном микрорайонах подобраны земельные участки, которые требуют мены, поскольку принадлежат другим лицам. Им передадут равнозначные земли. Процедура необходима и позволит выполнить обязательства и нормы шаговой доступности к таким учебным заведениям. Программу возможны изменения по степени готовности проектной документации. Мы можем на ранее, на ранее. Конечно, мы можем заявляться про факту прохождения проверки достоверности смертной стоимости, прохождения государственной экспертизы, нанесения изменений. И, соответственно, сроки будут изменены. До окончания всех проектных работ и получения заключения госэкспертизы, но это ориентировочно не раньше, конца 25-го года, с учетом процессов проектирования, прохождения экспертизы, тоже не быстро это все проходит. Поэтому проектная документация имеет все в действии, общепринятые по разъяснению округа трех институтов. Предполагаемый способ финансирования стройки – прямые инвестиции через муниципальную закупку, однако это не запрещает бизнесу, проявить инициативу и выйти к властям с предложением возвести объект через механизм концессионного соглашения. Предварительная стоимость школы – 4,5 миллиарда рублей. Возможность потенциального участия по концессии, как рассказал Алексей Факеев, уже обсуждали с одним из городских застройщиков. Это Брусника. Компания Накертбая продолжает возведение жилого микрорайона. Результат переговоров неизвестен. В соседнем 35-м микрорайоне запланирована такая же по площади число учащихся школы на 900 мест и детский сад на 300 ребят. Только в государственной окружной программе эти объекты пока отсутствуют. Власти прорабатывают возможность включения этих учреждений в перечень. У нас два земельных участка. Один – под строительство школы, второй – под строительство детского сада. Есть ли у нас понимание, когда будет инициировано строительство дошкольного образовательного учреждения и планируется ли вернуть в госпрограмму объект по строительству школы в 35-м микрорайоне? Один из участков, который ежедневно, – это детский сад. Естественно, после того, как эти объемные были сняты, мы будем рассматривать возможность включения в соответствующую программу. А по 35-му микрорайону, как я сказал, темпы жилищного строительства наращиваются, скажем так, увеличиваются. И также рассматриваем возможность включения в муниципальном образовательном 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 образовательном. Помочь вместе в Саргуте стартовала акция «Волшебный паб». Развлекательное заведение поможет фонду «Траектория надежды» закрыть сбор для одного из своих подопечных. Еженедельно в «Валпаб» проводят музыкальные вечера, в среду и в выходные. А часть заработанных в эти дни средств отправится на лечение нуждающегося малыша. Примечательно, что инициативу поддержало не только руководство заведения, но и музыканты. Коллективы, что участвуют в акции, отдают часть своих гонораров за вечер на благотворительность. Мы с благотворительным фондом «Траектория надежды». У нас совместный проект. У вас на столах меню. Там есть небольшие анонсы наших выступлений и мероприятий, которые мы проходим. В общем, мы договорились помочь ребенку собрать деньги на лечение. Поэтому все команды в Соргутске в принципе поддержали проект. Джеймсэйшн у меня поддержал проект. И от себя мы сделали бизнес-ланч. Каждый третий бизнес мы будем перечитать тоже на благотворительность. Поэтому все вы сегодня, кто пришли, вы получите. Собранные средства с концертов и ланчи отправятся на лечение семилетнего Богдана Супряткина. Малыш родился немного раньше положенного срока и в больнице у него начались приступы эпилепсии. Их количество доходило до 73 за сутки. Ребенку поставили диагноз ДЦП и эпилептическая энцефалопатия. Мальчику необходимо на постоянной основе медикаментозная помощь и регулярные курсы реабилитации. Сейчас первостепенная задача акции закрыть сбор Богдану. А после того, как нужная сумма будет собрана, как пообещали в руководстве ВАЛПАП, сотрудничество продолжится уже для помощи другим детям. Подарить Богдану шанс на выздоровление можно и на сайте благотворительного фонда Траектория Надежды или с помощью QR-кода, который вы видите на экране. Эта акция помогает Супряткину Богдану. Это наш подопечный, который уже почти два года на сайте, на сборах. И очень печально, что такое количество маленькое на сегодняшний день сбора. Этому ребеночку необходимо 4-5 раз в месяц проходить реабилитацию. В семье работает папа и эти средства, которые переводят малышу, они, конечно же, уходят все на необходимые лекарства и витамины для мозга. Как сочетать картинку с текстом? Экспертам направления медиа, проекта Творческая Мастерская. Ближе, чем ты думаешь, выступила генеральный директор холдинга ОМЕДИА Дарья Давыдова. Трехдневный интенсив, который прошел в Саргутском педагогическом университете, нацелен на то, чтобы раскрыть актуальные направления для развития молодежи. В этом году авторы мероприятия определили основные приоритеты, в чем заинтересованы старшеклассники и студенты. Ими стали театр, танцы, музыка, медиа и мода. Это некий старт для того, чтобы зарядиться этим творческим, этой творческой энергией и начать творить уже для студенческой весны. Проект был задуман в рамках конкурса «Группа года», в котором участвовала моя группа. И тогда мы поняли, что нужно его реализовывать, потому что он, в принципе, казался нам очень классным. Вот. И получается, год назад мы вместе с моей группой реализовали этот проект, но это было только для студентов Саргутского педагогического университета, было меньше спикеров, уже не с грантовой поддержкой. То есть мы организовывали все собственными силами. На реализацию проекта в этом году авторы творческой мастерской ближе, чем ты думаешь, выиграли грант от Росмолодежи. Так в 2024-м удалось пригласить больше специалистов из разных сфер. Ребята добавили новые направления в интенсив, проанализировав современные запросы от молодежи. В лекциях разбирали темы моды, графического дизайна, блогерства и подкастов. Генеральный директор окружного холдинга ОМЕДИА Дарья Давыдова рассказала ребятам о том, как журналисты делают новостные и художественные продукты. И сделал это на примере фильма о ВИЧ под названием «Б-23», автором которого и является. К слову, документальную картину о самых распространенных заблуждениях, о диагнозе, о рассказах психологов, инфекционистов, эпидемиологов и реальной истории пациентов можно посмотреть на YouTube-канале «Сургу-24» во вкладке «Специальный репортаж». Начали докручивать мысль, что можно классный переход сделать через сову художественный, потому что сова – символ мудрости. А здесь, очевидно, мудрости-то взрослому человеку не хватило для того, чтобы выстроить свою линию поведения. С этой девочкой, которая вообще ни при чем и получила ВИЧ от своей матери, то есть она эту жизнь вообще не выбирала. Она так родилась сразу. Рассказываю красиво, переход у нас там, все, подводку написали, такую художественную, в студию пошли, сняли, начитали, записали, ее сели монтировать. Не клеится. Вообще не ложится фильм. Хотя на словах классно придумали. Увязали там одну часть с другой частью, и картинка-то вроде бы сложилась. На монтажной ленте вообще лишнее. Поэтому вот я предпочитаю отрабатывать подробности картинки после, если есть время. Авиамоделирование вид технического творчества, направленное на конструирование и создание моделей летательных аппаратов. Подобные увлечения позволяют одновременно быть и конструктором, и сборщиком, и пилотом самолетом. Благодаря заинтересованности школьников, это направление активно развивается в Сургуте. Техноавиа, соревнования моделей летательных планеров, и они уже второй год проходят в городе. О том, как прошли состязания, расскажет Анастасия Петрова. В Сургуте прошли соревнования по моделям летательных планеров техноавиа для детей в возрасте от 7 до 17 лет. В турнире приняли участие 25 ребят из 7 образовательных учреждений города. В последнее время авиамоделирование среди школьников набирает популярность. Состязания подобного формата в городе проходят уже второй год подряд. В прошлом году попробовали, насколько интересно ребятам собирать пилотируемые аппараты, конечно же, из прикладных материалов и насколько они готовы активно участвовать в этом процессе. Число участников и продолжение этой работы в последующем показало, что данным соревнованиям нужно развиваться. Мы понимаем, что это первый шаг. На самом деле, сначала очень робкий, но в будущем, думаю, что будет очень уверенным по созданию и пониманию специфики работы беспилотных систем. Организатором турнира выступило муниципальное учреждение дополнительного образования «Технополис» при поддержке Департамента образования «Сургута». Цель выявления и развития творческих способностей учащихся в области авиамоделирования. Однако, креативного подхода в этом вопросе недостаточно. Чтобы даже самый маленький самолёт мог взлететь, школьникам приходилось продумывать конструкцию, изучая принципы аэродинамики. В прошлом году мы первые соревнования проводили, то есть там у нас были все стандартные планировочки, то есть на готовых планиерах. В этом году уже ребята пришли с готовыми планиерами, сами изготовили. Технические требования уже, скажем так, усложнены, то есть весовая категория, размер. Мы изучаем все принципы аэродинамики. Аэродинамика работает не только на больших самолётов, она работает на любой тип и размер самолёта. То есть ребята усваивают как раз-таки вот эти все принципы полёта. Почему самолёт летит, как его надо настроить, балансировка, регулировка, даже такого маленького планировочка, чтобы он ровненько полетел, нужно усвоить довольно-таки много. Сам турнир прошёл в два этапа. Сначала судьи проверили соблюдение всех требований, измерили вес и параметры моделей. Затем школьники соревновались в двух дисциплинах на дальность полёта и точность приземления. Я клеила самолёт, он у меня сначала не летел прямо. Он у меня то складывался напополам, то улетал в скамейки и разбивался. Потом, ну, я решила новый сделать, вот такой. И летел прямо. весит около 19 либо 20 грамм. У нас макро, вроде 44 сантиметра. Это не мой первый, самолётов сделала я около 10. Главное в самолёте это центровка, чтобы всё было ровно. Крылья и всё остальное. Как говорят сами руководители кружков авиамоделирования, метательные планеры это только первый уровень. Для ребят постарше весной этого года в городе планируют провести соревнования, на которых сургутяне смогут представить возможности квадрокоптеров, собранных своими руками. Анастасия Петрова, Эльза Шайметова, Денис Зонов, Сургут-24. На этом у меня всё. Больше новостей, а также все программы телеканала Сургут-24 смотрите на нашем сайте www.indefisnews.ru Подписывайтесь на группы о медиа в социальных сетях. Завершат выпуск блог коммерческой информации и прогноз погоды. До свидания. Прямой рейс со знаменитой международной сети Том Ямбар из Таиланда прибывает в Сургут. Дорогие гости, вас ожидают более 10 видов знаменитых супов и, конечно, хиты тайской, японской, вьетнамской и даже индийской кухни. Для самых маленьких гостей большое ресторанное игровое пространство Том Ямбар Приходите в центр Акватория для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате Морфеус-8. Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону 59-35-35 Акватория Улица Магистральная 36 Там, где есть комнатные цветы царят уют и гармония Там, где есть комнатные цветы есть стиль и индивидуальность Выберите свои комнатные цветы в магазине Цветы мира Популярные и редкие растения в горшках Прекрасный выбор кашпо А также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе Цветы мира Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть Кто там? Ваша мама А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон Но козлята узнали злодея Я открою тебе волк Мы знаем, что это ты Ваши дети дома в безопасности Умные домофоны Телеплюс помогают Я хочу, чтобы дети были здоровы Я хочу, чтобы дети были здоровы Я хочу, чтобы дети были здоровы Наверное, если повторять эту фразу чаще желание однажды сбудется Но есть способ надежней Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80 Спасибо вам Благотворительный фонд Траектория надежды Хорошо там, где есть Радио Дача Радио Дача Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...